Добрый день, друзья! С вами Верновь Верхов. Продолжаем нашу с вами игру. И вот я сегодня решил вам показать необычный способ проигровки турнира на рэпхозе Константинова, именного турнира, как «Сиамский принц». Давайте с вами поиграем. Сейчас поймете, почему он необычный. Итак, зарегистрировались. «Сиам» есть на любой локации. Мы же с вами будем ловить его на локации управа. Да, вот здесь вот. Но, друзья, мы с вами его будем ловить на такие вещи, как макароны. Вот. В общем-то, мало кто ловит на макароны «Сиамского карпа». В основном ловит его на макуху, ну, в попытке, в надежде поймать трофейный какой-то вес. Вот. Мы же сегодня с вами... Ну, а поставлю я одну макуху. Всего одну. И обязательно нам теперь наша задача быстренько поймать «Сиамского карпа». Для этого приготовим с вами прикорм. Мне очень нравится жмых, укроп, кусочки рыбы. Ну, то есть, замечательно работает прикорм. Нам нужно быстрее ботов поймать «Сиамского карпа». Ну, или тяжелее, как получится. Давайте подождем поклевок с вами. Ну, вот, как видите, мощнейшая поклевка. И клюнула у нас с вами на макароны. И вот он, «Сиамский карп» у нас с вами на 40 килограмм. Этого достаточно. Уходим с вами на базу «Подтопленное ило». И вот на этой базе мы сейчас с вами в пол воды будем ловить весь турнир, трофейную орфу. Итак, трофейную орфу. На что я ее буду ловить? Ну, конечно, я ее буду ловить на две насадки. То есть, если я трофей хочу поймать, я ее буду ловить на паука. В пол воды. Так, паук. Где мне паук? Вот он, паук. Обязательно я возьму паденку. Вот, если же вы просто хотите половить зачетную орфу, то нужно ловить ее, конечно, наверное, лучше всего на хирономиду. Вот. Я же хочу трофейную орфу поймать, поэтому, в общем-то, пойдем-ка и паук. Еще сейчас одного паука поставлю. Так, а между тем, друзья, я включаю свою запись за час до окончания турнира. И вот, ну, клюнул мне только единственный вес, хороший орф на паука, на 1,884 грамма. Больше-то у меня никаких поклевок не было, как видите. И вот я поставил на всякий случай макароны. На случай, вдруг здесь, может, сиамский клюнет мне. Ну, не клюет пока что. Но, тем не менее, в общем-то, турнир-то сделан. Поэтому мы с вами давайте вот уберем все удочки. Просто возьмем любую блесну, забросим, примем эликсир по полной. И просто подождем окончания турнира. Ну, вот, что я хочу сказать. То есть, ну, не обязательно сидеть, ждать, предположим, когда у нас клюнет на макуху или на бойлы, или на тигровые орешки. Там клюнет нам сиамский карп. Достаточно быстро с задачей справляется такая насадка, как макароны. И, в общем-то, можно убегать на локацию, где сиамского карпа очень мало. Ну, в частности, вот, подтопленные ивы. Здесь очень мало сиамского карпа. И редкие, очень редкие поклевки. Или там на локацию, предположим, дальнее русло, брать в руки спиннинг и ловить форели, каких хотите. Зарабатывать опыт. Вот, и просто ждать окончания турнира. Ну, осталось совсем немножко времени. Ну, результат ожидаемый, да. Боты по нулям прошлись. И, в общем-то, мы с вами с весом 40 килограмм 180 грамм выиграли этот турнир. Вот такой легкий турнир. И так его можно очень комфортно и просто сыграть. Спасибо за внимание. С вами был Верхов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова